Все, автобус полный. Место клевое, кстати. Немножко поснимаю вам дорогу. Да, они сюда, здесь народу, сколько в сезон. Я приезжал, когда я здесь был, в феврале. Автобус пустой был, только студенты в основном ездят на русский. В сентябре здесь движуха, это крайне шуточная. У него конечная, океанариум. Еду созерцать море на свое кайфовое место. Покажу вам. Там уже уссурийский залив у нас. Если сидеть в городе Амурский залив, там уссурийский залив. Остановка. Вот видите, бывшее здание Дальневосточного государственного университета ДВГУ. Дальневосточного государственного университета ДВГУ. Теперь он находится уже на русском острове, ДВГУ называется. Это один из корпусов, раньше здесь учились. На русском-то, конечно, повеселее учиться. На курорте живешь и учишься. Дальневосточного университета ДВГУ. Дворец детского творчества за деревьями. Дальневосточного университета ДВГУ. Кванториум. Дальневосточного университета ДВГУ. 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 Продолжение следует... 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 Как вам картинка? Пишите свои комментарии. Вот первый мост проехали, сейчас мы на Чуркино, из Чуркино. Магмариинский театр. Потом будет второй мост, поменьше, непосредственно на русский остров. Называется русский мост. А это был золотой мост. Его пять дней назад посещал товарищ Ким Чун Ын. Во время своей визита Владивосток присутствовал здесь на балете спящая красавица. В ДФГУ он ездил, встречался там с северокорейскими студентами. Но сперва был в Комсомольске-на-Амуре, на нашем, наверное, строительном заводе. Смотрите мои видео. Следующая остановка на Дибаидзе. Сейчас справа, по ходу автобуса, малосемейки идут, гостинки так называемые. Хотел я там купить квартиру в том году, но не смог. Я думаю, там не смогу жить слишком уж. Коридорная система. И ценника трех миллионов за 17 квадратов без балкона. Вон они по той стороне идут. Их там пять или шесть. Остановка на Дибаидзе. Короче, три и больше миллионов. Сейчас там еще цены выросли. Как бы район хороший, можно сразу ездить на русский отсюда, близко. И до центра Владивостока тоже. И автобусы постоянно ходят. Но жить в таких условиях... Короче, кто жил, малосемейки, кто-то понимает. У нас эти видео есть на канале, можете посмотреть. Я хожу, изучаю эти малосемейки по улице на Дибаидзе. И делюсь впечатлениями. Так-то да, повторяю, район хороший, даже очень. Катараш, и Чуркино не котировался, потому что мостов не было. Сейчас район очень сильно изменился. О, Хабаровский край. Приятно видеть. Здесь, кстати, Первомайский район. Сразу на въезде, на Чуркино. Это у нас Первомайский район Владивостока. Остановка Оледа Кашевого. Следующая остановка против. Короче, первый раз. Твёрde. Твёрд. Нейщём. Твёрдон. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Остановка прочь. Следующая остановка – площадь Агантовая. Шумовая защита стоит, видите, защита, ну, от пыли в меньшей степени. Здесь почти что нет, не вот подобраться. Шума, шумовые экраны. Остановка площадь Агантовая. Агантовая. Неш Ey Nine Ten. Дима шум. Следующая остановка – Восточная верфь. Вот сюда я скоро поеду, в Улан-Удэ, в Гурячие. В рамках проекта Дальний Восток граффити всех областей, краёв и республик Дальнего Востока, по всему Дальний Восток. Дальний Восток. Следующая остановка – катерная. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Большой Улис проехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А чтоб не проспать, все самое интересное подписывайтесь на мой канал. При выходе из автобуса не забывайте свои личные вещи. Если вы увидели в салоне бесхозные или подозрительные предметы, просто сообщайте об этом водителю. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДOOMTorzok. Написана основка и стоянка транспортного средства на мосту запрещена. Скорость не выше 60 км в час. Субтитры сделал DimaTorzok. Дother сентября. Лето в разгаре. Вы видите хоть одно желтое дерево? Через неделю октябрь. Продолжение следует. 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 Видите, за 10 лет как все поменялось, даже меньше, чем 10 лет. В 2013 году мосты построили, в 2012 году. Потом здесь все обустроили и перенесли. Как усады ВГУ в то время назывался Далевосточный Государственный Университет, все их сюда перенесли, в одно место. Так они были разбросаны по всему Владивостоку. Вот 10 лет, такой результат. Дела важнее слов. Следующая остановка – Пожарная Академия. Знаете, я прям так скучаю по этому месту, как будто бы я здесь учился когда-то. Невозможно не скучать. Как поется в песне, что-то с памятью моей стало. Остановка – Пожарная Академия. То, что было не со мной, помню. Да, так бывает. Такое ощущение дежавю, знаете, приятного дежавю. И отсюда мост видно со всех сторон. Следующая остановка – Пожарная Академия. А мы с вами едем до Конечной и идем кайфовать на море. Уссурийский залив. Я взял пиццу с собой. Мы вчера пиццы обожрались просто. Где-то там 7 или 8 разных видов взяли. Еще с собой принесли. В Косток. Она, кстати, холодная, тоже вкусная. Остановка – Порта-Париж. Что-то уезжать не хочется. Может, до середины октября здесь остаться. Не знаю, посмотрю. Следующая остановка – Тец-Океанариум. Это портрет Арсеньева, если я не ошибаюсь. Мы здесь выйдем с автобуса, посмотрим. Они, как правило, по требованию эти последние остановки. Мало кто выходит. Следующая остановка – Тец-Океанариум. И снова мы любуемся панорамой моста. А, что-то я забыл. Заплатить же надо при выходе. Полуостров Назимова, ДВФУ, показатели стоят. Боже, какая погода, какая погода. Какая красота. Вы посмотрите. Как вам такие сюжеты? Мы еще не сможем попасть в шагу. Нет. Я сейчас ехали пока в сентябре. Это вопрос. Да, пятница, а народу, конечно, представляю, что будет на выходных. Завтра в автобус не залезешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова